Продолжение следует... 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 потому что именно на задачу развития прихода и приходской жизни был обращен последний архиерейский собор февраля 2002 года. И вот будущий собор, который будет в начале 2013 года, он как раз будет посвящен выполнению этих решений, то есть как реализуется, а что мы имеем, какая работа ведется с людьми. Т.е. Александр, это все вообще замечательно, но вот вопрос вот такой прозвучал, возможно ли сращивание государства и церкви так, как это было до революции? Нет. Нет, вы говорите нет, и потом вы говорите, дословно, церковь и государство успешно взаимодействуют. Где граница этого взаимодействия? В чем, когда взаимодействие заканчивается и начинается сращивание? Значит, еще раз хочу сказать, что государство, представленное высшее руководство нашей страны, осознает ту роль, которую сейчас играет институт традиционных религий в формировании человека. То есть если мы сейчас дадим полную свободу на разрушение человека, на который, в общем-то, рассчитывают многие наши недруги, как и внутри России, так и внешние враги, то, конечно, это будет. И церковь – это один из институтов, который способствует тому, что человек хотя бы сохранился и развился в соответствии и с духовными ценностями, и с традиционными российскими ценностями, если таковые имеются. Я тут вопрос спорный. Роли, роли, надо смотреть, роли, роли у всех разные, поэтому, значит, цель одна, а роли разные. Государство, например, какая функция государства? Обеспечение безопасности, да, человеку, чтобы человеку было комфортно жить, безопасно жить, чтобы человеку было хорошо жить. Но как человеку может быть хорошо жить, если, например, в некоторых странах Европы есть ограничения по, или запрет на пропаганду, там, насилие, каких-то, там, вина еще что-то. А у нас это только-только ввели. Вот тогда, когда в 90-е годы у нас было здесь вакханалия со всем этим, например, в Западной Европе совершенно было по-другому, там не было такого безобразия, там, скажем, с наркотиками, прочее, с наркотиками. Я так был, с минимумом, я так не был. Ну, какие-то там наступления. В Голландии. Ну, Голландия, это такая страна, да, страна известная, да. Отец Александрович, не будет ли как-то вопрос в дальнейшем, в будущем в каком-нибудь, да, что русская православная церковь может перейти, ну, не приходской стать, а общиной? Ну, во всем вот этом понимании общины. Если, значит... Понимаете, это опять термологический момент, потому что приход той или иной церкви, то есть это люди, которые объединены вокруг храма, как место встречи общины. И вот, я говорю еще, задача патриарха — наполнить вне богослужебного содержания. Вот я вот как раз правильно и говорил. И это к этому и идет, это поставлено как задача, которая решается сейчас. Потому что церкви Ивановича и Баптистов, они всегда жили таким общинам. Понимаете, община-то и была. Собственно, раньше как было? Вот село или деревня? Ну, обычно село и деревня отличалось как раз тем, что там храм. Село, в деревне есть храм, это же село, да? Вот. Храм — это и есть община. То есть люди начинали туда ходить. Это революция, я имею в виду, так было. Понимаете? И вот эта общинность, она заключалась в том, что была община сельская. То есть люди совместно объединялись, даже кооперировались. Они объединялись, чтобы у того, у того, у того, у селка, у того, там еще что-то. И они обрабатывали землю. То есть был традиционный уклад жизни. Традиционность вот в этом заключалась. И люди жили, то есть там было и гражданское зачатки гражданского общества. То есть были выборные старосты, которые следили за порядком. У нас в нашем Саранске к революции, так называемой перевороту 17-го года, как угодно, кому как нравится, у нас было чуть ли не три человека жандарма на весь город. Не было вообще, полицейских не нужно было. То есть люди сами занимались саморегулированием положения. А сейчас... Она была намного выше. И когда нам говорят, что у нас там все время пили на Руси, это сказка. Это глупость. Потому что у нас была самая непьющая страна Европы. Скажем, к 14-му году это было совершенно, это точно совершенно доказано. Гораздо больше пили в Германии. И, по-моему, до сих пор много пьют. А вы едете и так далее. Вы хотите сказать, что алкоголизм может больше? Нет, алкоголизм действительно пришел со скорей на эту краншу. Нет, советский, я не знаю, серьезно. Вы, может быть, не помните, я чуть-чуть про старшего там. Я помню, в 62-м году, когда мы переехали на Святихстрой, там было всего лишь 8 домов. И мы жили, естественно, это было советское время, церквей там никаких не было, но мы жили в доме в этом, чуть ли не общинном. Мы ходили в гости, двери были открыты, мы не закрывали двери и так далее. Я просто к чему говорю? Есть какие-то условия, когда надо человеку выживать, и он будет выживать. Сейчас несколько другая ситуация. Сейчас я живу в другом доме, и вы знаете, я еще не знаю соседа по площадке. Представляете, о чем я говорю? И вот в современном мире жить действительно общинным образом, наверное, действительно очень-очень ценно. Поэтому пусть Господь вам поможет. Это очень хорошая форма существования. Ну что же, еще у нас здесь молодые люди присутствуют. Кто-то пожелал бы высказаться? Маркин, Ларк, один. Можно пару ремантов? Да, да, пожалуйста. Я внесу. Только надо представить себя. Меня зовут Владок. Я являюсь студентом данного учебного. Влад? Владок. Немножко необычно, да, для России. Но дело не в этом. Много очень было сказано про церковь вообще, про прихода в частности, про грехи людей внутри церкви, церкви как института. Нужно, думаю, всегда помнить о том, что грех в церкви. Это не есть грех церкви в целом, но есть грех против церкви. И мы не должны забывать о том, что каждый человек, принося какие-то свои проблемы и принося иногда свои грехи какие-то в церкви, он должен помнить о том, что поставив свечку, он не оставляет их все здесь, если не совершается внутреннего очищения души. И все должны помнить о том, что ответ перед Богом будет давать каждый сам. Что за меня отец Александр не скажет там, что там было все может быть хорошо, где-то нехорошо, и Бог скажет, ну ладно, пройдет. Так не бывает. Каждый человек будет давать ответ индивидуально, с каждого спросится индивидуально. Поэтому люди зачастую забывают об этом. И находясь на разном уровне иерархии, как внутри церкви, если брать прошлое, да, брать исторические какие-то моменты, так и настоящее, он должен понимать, что тиара на голове, не знаю, любовь, все что угодно, это не спасет человека. Не спасает само ношение чего-то, оно не спасает, если нет внутри веры. Также был затронут вопрос о срошнищении церкви и государства, да, и много говорили про религиозность, но я хочу сказать, что во многих есть только внешняя религиозность, да, то есть люди только ходят. И, допустим, там очень часто, а в последнее время стало очень модно мелькать, да, так, камера показывает большой храм и мелькает лица. Но это стало очень модно, поэтому очень многие люди сразу пошли и встали в первых рядах, чтобы камера показала, да, что государственные деятели стоят. Но это не значит, что у нас все государство вдруг резко стало православным. Потому что кто пришли в новое государство России, это функционеры, те, которые работали до этого, они не потеряли свои места, они пришли. И у многих из них, да, возможно, кто-то где-то у себя дома тихо, мирно верил в Бог. Многие перенесли это, но в силу того, что это стало удобно, это стало модно, эти люди стали... Можно, я бы, за мою приманку, извини, то есть ты хочешь сказать, что ни одного, может быть, даже так можно было, если я правильно понимаю, что ни одного государства, на самом деле, и не было когда православным, ни одного государства. Каких христианских целей. Каких государств, да, как государств, как институт. Многие личности, предположим, были очень верующие, вот, скажем, Суворов, военачальник, да, или, скажем, тот же Ушаков, который таким образом построил свою жизнь на кораблях, что он заботился о матросах, у него фактически смертей не было, он устроил медицину там своего корабля. То есть это был человек удивительный, он был христиан по духу, он мог бы относиться к людям, как к скотам, да, как большинство в то время так относились. Но он же так себя не вел. Понимаете, почему он с этой правильной войны? Почему другим? Было сотни военачальников, ну почему Ушаков? Мы же должны понять, что по вере ему, он не просто военачальник, а поэтому он святой. А святость, вот как ты говоришь, что он достиг не то, что он носил орденские, в смысле, адмиральские погоны, там, какие-то шапки ордена на себе, на своей груди. Это как раз не делало, не сделал бы его святым ни на сколько. А вот как раз тот факт, что он потом завершил им и в процессе, с какой верой он обладал, и как он завершил свою жизнь. Какие были последние, грубо говоря, слова, и почему он, адмирал, завещал себя похоронить в ногах своего дяди, простого монаха. Это было немыслимо. Вы смотрите, как люди, адмиралы, строили целые там на кладбище, огромные там, какие-то памятники. В то время, чтобы он... А он говорит, похороните меня в ногах простого монаха. То есть все в шоке были. Да как это так? Зачем? Отец Александр, ну, фраза очень хорошая по поводу того, что нет и не было никогда ни одного ни христианского, ни православного государства. Сто процентов правильно. Так же можно христианологию, что нет и не было никогда христианского, ни православного церковь. Точно так же абсолютно. Потому что есть в государстве отдельные праведники, отдельные мученики, отдельные верующие и так далее. Нет, церковь была, потому что церковь есть Христос. Церковь – это буквально человеческий организм. То есть если бы церковь была завязана на чем-то человеческом, грубо говоря, никакой бы он не был, только очень замечательный там святой почти жизни человек, скажем, усопший патриарх сербский Павел, да, все его любят, вот он такой замечательный. Ну, понимаете, как у каждого человека, у каждого человека нужно найти греховность и грешность и так далее. А церковь, когда основана Христом, в этом ее, не заслуга, а в этом ее особенности. Этот профил вот так вот говорит, конечно, надо и церковь не церковь, тогда и бог не бог. Понимаете, но, не, ну уж... Ну, церковь не мать, да, но бог не отец. Звучит. Просто вы старались. По статистике, да, в мире лешекодный организовывается, сливается вместе и исчезает до полутора тысяч различных религиозных организаций. То есть как бы проверка времени может как-то с какой-то стороны служить истинностью, да, определенной такой. То есть две тысячи лет люди, передавая зачастую под страхом смерти какую-то информацию из уст в уста, это не было бы все так просто. Оно бы все умерло в зачатках где-то там, вот в Римской империи, когда их так все... Нерон сжег весь город, их всех поймал и хотел всех казнить. И пришел Петр и сказал, вот он я, и отпусти их всех. Человек потешает с воскресением Господа Иисуса Христа, если Христос не воскрес, вера ваша тщета, поэтому как это так? Ну убери вот это все, чем вы тогда? Поэтому церковь, она всегда была и будет, потому что это свыше от Господа, поэтому тут говорите нам, она никогда не перестанет. Понимаете, вот очень хорошая, великолепная форма, такие как, кому церковь понимает, там, горный отец, вообще я не знаю, нужно употреблять подобные аргументы в спорте. Почему? Потому что это такая стена, это последняя, когда, то есть очень распространенный такой прием, когда мы уже не знаем, что сказать, всегда можно выдать щит, против которого нет оружия, вот так вот. Притом, почему такие догмы неправильны, их нельзя употреблять в споре? Потому что мы не задумываемся об их фразе, об их значении. То есть, если мы будем любое, любое умысключение, любое рефлексивание воспринимать как ерес, то тогда, в принципе, никакое развитие невозможно. Понятно, Сергей, мне кажется, что... не было такого, ты как-то так сказать... Мы же не набросились на тебя. Любовь, что ты... Бугаратика, бежал. Бугаратики, нет. И ты об этом сказал, и ты... Нет, ну я не сказал, я как христианин. Да и суть не в этом, мы же не на личность переходим. Вот, просто... Мы же обсуждаем ситуацию, потому что ты хотел это обострить до того, что... Была ли церковь, да, или есть ли она, так сказать, и так далее, насколько мы ее обнаружили. Мы высказали свою позицию, что есть несколько уровней, вот, насколько если так подводить некий итог того, что до сего момента мы достигли в этой дискуссии, что есть уровень личной сны, да, который связан с участием в таинствах и личном общении с Богом. Это уровень веры. И плюс еще, о чем сказал Артем, да, скажем, это как раз тот момент, что ты подтверждаешь свою веру участие в добрых делах. То есть в добровольчестве, в благотворительности, в каком-то социальном служении и так далее, и так далее. Что тоже является немаловажным фактором. То есть ты вносишь элементы добра и блага, служа не только себе и своему я, и своему эго, но и служа вовне. Понимаете? То есть как бы вот... Ну, это все правильно. Примерно. Очень хорошо объясняется, да? То есть любое, по-богому, наделать, а на благо. Ну ладно. Поэтому мы и обсуждали эту тему. Как-либо по-другому понимать церковь, то есть была ли церковь, да это вообще, вы понимаете, не о ней... Ну как рассуждать, ну не знаю, а был ли Платон, предположим. Вот был Платон. Вот никто не может доказать, что был Платон такой, великий философ. Вот вроде бы что-то сохранилось, но его подписи неизвестны. Сохранились какие-то античные скульптуры. Вроде бы был. Вопрос в этом не стоял, тем не менее. Это так же самое можно сказать, а была ли бы Иблия там, да? А вообще были ли мы? А был ли Сергей Зевкин? Вот не знаю, был ли он... Вы знаете, меня самого очень часто получит этот вопрос, последний. И если захотите... Что тебя мучит, Сергей? Были раньше, да. Были раньше. Если сейчас... Хорошая линия придумали. Знаете, если мы сейчас будем именно вот в это углубляться, именно в вопросы антологии, то получится вообще очень интересная ситуация. Потому что если мы пускаемся в такую схоластику, чистой воды, чистой нитят, то в принципе можно действительно сказать, что да, церковь не будет. Но это будет так скоро, скоро. Ничего не имею в виду. Сергей, церковь... Пришел, церковь была, Сергей уйдет, церковь будет. Можно, так же, как и будет. Да, только надо представиться будет. Аркадий, церковь была, так. Ты сюда можешь быть, это... Или там можно... Нет, не сегодня. Сверхметр. Я вернусь к началу дискуссии по поводу болезни церкви, какие проблемы... Ты представляешь, какой... Я сейчас самого себя представляю. Я всегда представляю самого себя. Так вот, я... Как там сказал диакон Кураев, какие проблемы у церкви. Он сказал, диакон Андрей Кураев. Я скажу свое мнение. У церкви, разве нет? Он это сказал. Он это сказал буквально. Вот. Он именно... Он именно это сказал. И мне кажется, что идет процесс натравливания друг на друга различных конфессий. И еще, я последний тезис скажу и замолчу. Это Александр. Ты же некорректно выступаешь, мне не очень нравится. Извини, я... Александр, у нас... У нас дискуссии, вот. Я в дискуссии... Я скажу... Нет, не есть правильно. Я бы хотел все-таки, чтобы мы не приходили. Мы не обсуждаем здесь высказывания лидеров. И вообще, я как служитель, я не могу... Не секундочку, секундочку. Это никакого отношения к... Я не могу, не готов обсуждать руководство нашей страны. Подожди. Я в этой стране живу. И мне не нравится, когда в моем присутствии начинают, так сказать, ругать руководство страны. Это неправильно. Я никого не ругал. Ну, понимаешь... Интерпретирую. Ну, это другая тема. У тебя есть свой дневник, у тебя есть Facebook. Пожалуйста, вот там рассказывай. Я последний тезис. Можно? Последний тезис. Буду молчать, честное слово. Нет, ты можешь не молчать, но просто... И последняя проблема. Последняя проблема, которая висит к тому повым мечом, это экуменизм. Как проводником которого отчасти является как раз Всеволод Чаплин. Я не знаю, там, благословение патриарха, надеюсь, нет. Надеюсь, надеюсь, нет. Дай Бог, что нет. Так вот, когда говорят, что все религии об одном, что ислам об одном и том же, буддизм об одном и том же, на самом деле нет. Все это разное, все это настолько противоположное. Тот, кто это изучал в маломасе, никогда сидит за одним столом священник православный, муфти и так далее. Дай, 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 дай спроведен. Вот все, ты сейчас как типичный журналист, все собрал в кучу, все смешал. И результат у тебя такое ощущение, что вот ты самый умный и все остальные городки здесь собрались. Аркадий, так не бывает, секундочку, так не бывает, давайте сначала разберемся, хорошо, ладно, последняя проблема, вот люди сидят за столом, вот я сижу с представителем, скажем, с баптистской общиной, или прихода, как угодно, что в этом плохое, ты видишь в этом что-то плохое? Вот конкретно с баптистами не видно, вот конкретно, например, с адвентистами видел бы, или с пятидесят не видел бы. Подожди, подожди, есть государства, какие-то свои представления, представители государства отдельных, которые занимаются вопросами религиозных, скажем, организаций, у них есть свои представления о традиционности, вот они определили, что есть четыре традиционных конфессии у нас в стране, вот, и они включили, скажем, эти конфессии в некий межрелигиозный совет, там, в России, или еще как это называется, Какое, значит, позволю, где, в каких выступлениях отец сел, он сказал, что все это одно, и что все это едино, никогда ни в каких выступлениях, это просто какая-то глупость, просто все занимаются, каждый своим делом, мы живем, мы просто граждане одной страны, понимаете? Ну, мы не можем поднять меч, о чем мы сейчас говорили, и пойти войной на своих братьев-буддистов, мы не можем повторить опыт, скажем, того же Индии и Пакистана, которые бесчисленное количество раз воевали и находятся до сих пор, по-моему, в состоянии такой повышенной готовности. Зачем это нужно? Я не призываю, я не призываю, я не призываю, я не конкретно про тебя сказал, я не про тебя сказал, я говорю, к примеру, я говорю, что когда я сидит людей, которые считают руссконологом, где призываются вот эти книжки вливать в сторону православного храма, я считаю, что православный батюшка с человеком, вот, с хотим, который в книжке для него настольный вопрос, как бы сидеть вот за подлой двинцей, за нецерковым выражением. Подожди, вот, когда ты сидишь с человеком, который тебе глубоко несимпатичен, ты встречался с такими людьми? Да. Ну и что? Понимаете, вот, если бы, например, человек была бы, 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 некая синкретическая религия, которая бы все смешивала, о чем ты говоришь, вот в этом-то и было бы их умынист, понимаешь? Да. Вот, если бы это все смешано было, некая абстрактная религия, вот сегодня я, например, в Фейсбуке в такой, ну, прочитал, в группе, православной Германии, что власти Германии строят кубической формой здания, храм всех религий, вы понимаете? Бахаи, как вы говорите? Нет, это не Бахаи, не Бахаи. Бахаи это другое, это вот, это была одна из идей, вот, вот это вот страшно, вот это страшно, потому что они предполагают так, что иудеи будут здесь молиться, христиане, по-моему, ветеране здесь, значит, еще кто-то будет. С низкими входами. Да, с низкими входами, а потом где-то они должны объединяться. Нас, ну, чего объединяться, никто не говорит. Это не югуминизм. Вот, тут надо обсудить, тут должна быть, понятно, должна быть понятна концепция, тут должна быть это высказываться. На один вопрос, на один вопрос отвечу. Давай. Я вот перезвыгнул, что, когда многие люди говорят, что на самом деле все религии, там, вот, ислам, буддизм, там, конфессии, католицизм, да, то они все как будто говорят об одном и том же, но по-разному. А я вот пытаюсь подвергать, что говорят они на самом деле очень о разном. Они говорят очень о разном. Очень о разном. И до такой степени о противоположном. Ну, это второй класс, там, семинария, училищие. Ну, большинство людей сейчас, вот, телевидение убеждает о том, что ислам это мир и так далее, буддизм это, там, вот, мясо и мясо и так далее. Большинство людей даже не знают, в каком году была Прюбовская битва, какой день. Ну, давайте сейчас спросим, где сидят. Ну, я знаю. Я не знаю, кто не знает. Нет, это вы знаете. А челубей с пересветом я могу вспомнить их. А, если спроси нашу молодежь, про гюнессик наемника. Ну, это, кстати, камень в сторону тысячелетия единения России. Нет. Россия и мордовского народа. Когда мордовские Мурзы провели Мама и Суда на Руси. А, Аркадий, давайте сейчас... Факт такой нормальный. Вот, единили. А до этого Мурза-бегичный, на реке Божьей. А значит, мысль движется. Конечно, движется. Я просто в сторону активной поддержки православной церкви, этого дутого праздника непонятного. Аркадий, Аркадий, мы не обсуждаем сейчас эту тему, а обсуждаем только эту тему. Проблемы церкви обсуждаем. А я говорю, что это болезнь церкви, когда поддерживают такой правильник. Это болезнь кого? Может быть, это болезнь тебя, что ты... Это болезнь мир души? Или меня, понимаете? Давайте не будем об этом сейчас обсуждать. Я не боюсь. Секундочку, давайте мы про другое. Ты можешь сказать чуть, правда, в другом плане, хотя... Это нас дает в ягод церкви благодати. Да, Химаша. Ну, во-первых, конечно, я согласен, что нет всего одинакового всех религиях, да? Но в то же время я согласен, что нужно на каком-то уровне сотрудничать, потому что мы живем в одном обществе. И, как бы, допустим, у меня не было много вопросов к исламу, да, ну, из которого номинально я вышел, да? И у меня много предпротивления к исламу. В общем, каждый день я читаю сообщения о последовании христиан в исландских странах, об убийствах, да? Как бы это меня волнует. Но, с другой стороны, я понимаю, что если мы будем отвечать жестокостью на жестокость, что они мусульман, которые здесь живут, как бы это ничего мне придет. Ну, главное, не об этом. Вот, как мне, видится, как бы уже сказано, проблема с отношением церкви, вообще религиозных организаций и государства, ведь она очень сложная, потому что и церковь она неоднородна, да, и церковь иногда бывает в более сильном духовном состоянии, иногда в более слабом, и государство иногда поступает мудрее, да, но поступает очень опрометиво, да? Как вот было уже сказано, нам не стоит забывать в рассуждениях о отношениях сегодняшнего государства и, допустим, русской православной церкви, о том, что часто на местах работают люди, да, в начальстве, которые, ну, пока еще живут теми принципами, которыми воспитаны в советское время. И они, как раньше работали в одной идеологии, да, сейчас они, в принципе, работают таким же способом, и просто нам нужно молиться и как-то просвещать их, что их вот этот порыв, он должен, он не должен использовать те методы, которые были раньше, то есть нельзя людей заставить быть сразу религиозными, сразу верующими, да, и на самом деле проблема в отношениях религии и государства есть везде в той степени, да, допустим, тогда, когда религии навязываются, да, или государства, вернее, используют их, да, для того, чтобы продлить свою политику. С другой стороны, когда государство, как в Европе мы сейчас видим, да, оно совершенно отстранилось от религий, вроде бы, да, но тем не менее все равно есть свои диалоги, да, и возникают уже другие проблемы, когда люди верующие не имеют права выражать все религиозные чувства. Ну, проблема с крестиком, помните? Да, 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 то есть тут в Англии, да, в Англии, да, в Англии, вот, да, в медсестру. Я во многом согласен с тем, что вы сказали, но все-таки однозначных ответов нет, и, допустим, я не могу быть согласен со всем, что делает руководство, да, но в то же время я понимаю, что они люди, и прежде всего мы, как верующие, должны до них молиться, да, и если есть возможность говорить о своем мнении, но если мы будем их только ругать, критиковать, я думаю, они от этого сильно не исправятся, да, то есть в этом плане, хотя много еще происходит, мне тут тоже абсолютно не нравится, и, на самом деле, я вижу, вот, Антон задавал вопрос про проблемы, как было сказано, православные церкви в России часто это были проблемы, как государство относилось к ней, да, и как государство часто использовало, и, если взять не православную церковь, а баптистов, протестантов, у нас в баптизме произошел раскол в 60-е годы, да, именно в том плане, как сотрудничать с государством, одни сказали, мы будем делать все, что нам скажут, да, и стараться поступать по Библии, одни сказали, мы ни в каких условиях не будем сотрудничать с государством, из-за этого произошел огромный раскол, который до сих пор не передали, правильно ли говорить? Ну, вот, у нас даже в Русско-Повестанной Церкви тоже есть печальные такие явления, потому что, предположим, такой священник, который, скажем, отказался выполнить распоряжение священного синода, а о том, что священнику недостоин заниматься политической деятельностью, особенно в начале 90-х, вы помните, какая-то сфута тогда была, это Глеб Яконин, вот, в результате он поменял 5 или 6 конфессий уже, то есть он там ушел сначала в истинную православную церковь, потом там еще какую-то православную, потом ушел к церкви, которая была раскольнической, принадлежала в Украине, там, и так далее, и так далее. И вот он бегал-бегал, я даже не знаю, в какой сейчас находится дономинации, или, как сказать, выразить. То есть, понимаете, это тоже показывает состояние души человека, человек, это же не просто ищет истины, да, человек просто ищет выгоды. Вот, вообще, что такая жизнь Бога? Вот тебя поставил Господь, это пастырская уже наша проблема, поставил Господь здесь находиться и судить, да, и судить тебе быть, значит, тебе надо здесь быть. А если ты бегаешь, там, меняешь приходы, это, кстати, проблема тоже, я знаю, что таких бегал и монахов есть, и священник, которые постоянно ищут что-то, он все время переходит, 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 ну, ничего, в жизни-то ничего не бывает, это же не жизнь, это же все время только вот сплошные переходы куда-то. В результате это вот наша внутренняя тоже такая болезнь, это очень такая, я думаю, про... И есть такой сайт раскол.ру, можете посмотреть, там есть порядка, по-моему, 30 или 40 даже тоже конфессий, которые совершенно ложные, у них нет апостольского преемства, они там с каких-то странных вообще людей там понабрали себе там духовенство, то есть их когда выгоняют за какие-то проступки, скажем, вот этот Владимирский епископ Васильцов, или как он так был, ты забыл, это самое, который был, да, совершенно за неблаговидные вещи запрещен служение, он ушел в раскол, ушел в Диамид, тот же, да, который тоже уже настолько зарапортовался, что начал признавать там и Иоанна Грозного за святого, и там, и Сталина, и поклоняться. То есть это такие вещи, как... Это же тоже элемент пиара, к своему роду, это элемент пиара и элемент, ну, проблемы, понимаете? Мы же занимаемся всем, чем мы занимаемся, не для того, чтобы, там, как Никто говорит, отпиариться, да? А как оценить, допустим, Батюшку Тамбовского, к сожалению, не знаю, которого... Не знаю, как его зовут, которого на прошлой неделе решение, какого он сюда отучили. Дьякон. Дьякон, да, он не Дьякон. Дьякон, да, правильно. А как, человек сказал, я не хочу, я ухожу из церкви? Он не говорил, я ухожу из церкви. Он писал письмо патриарху. Что он снимает себя сам. Да? Да, конечно. Он сказал, я не хочу, типа, служить в церкви. Ну, он высказал какие-то свои критические... Но это его свобода, он сказал так, и его вызвали, чтобы он объяснился на собор, там, епархиальный совет. Вот он раз вызвали, он не явился, второй раз вызвали, он не явился, ну и все, на третий раз просто принято решение. Совершенно справедливо по закону, как бы, если человек ушел, вот оставил место служения, ушел из церкви, ну как, зачем? Он идет дальше, самостоятельно, как считает мужа. Вот все-таки, возвращаясь к болезням церкви, этих болезней будет очень-очень много. Конечно. Возвращаясь вот к тому, что говорил, если церковь или отдельно верующий человек взгляд с Христа только в сторону уберет, все, болезни жди, проблемы обязательно будут. Поэтому все вот такие моменты, которые происходят в церкви, неважно какой, знаете, как ее назвать, я имею в виду русской православной, там, баптистской, там, пусть не пятидесятической и так далее. Если что-то происходит, надо смотреть, прежде всего, что у меня произошло в моих отношениях, прежде всего в моих отношениях с Христом. Если мы собрали здесь, как люди верующие, независимо от того, в какую общину, в какой приход ходим, это действительно так. Мы потом, значит, каемся, говорим, что Господь наказал, и интересно, значит, да, каждый обязательно проследит в себе самого это вот за это, да, это вот за это вот. Поэтому они, проблемы, начинаются вот, начинаются здесь, все болезни, и все, все отсюда вытекает, и отношения церкви потом уже и с государством, и государство, к сожалению, значит, да, начинает манипулировать действительно церковью. Вот почему тогда, когда вот отец Александр говорил об упразднении патриаршества, ведь на самом деле, да, помолился патриарх и пошел к царю, говорит, царь-батюшка, слушай-ка, дела-то неправильно делаешь, а он шел и рисковал головой своей. Вот такие вещи. А об этом эти проблемы, они, как бы, будут. Поэтому я думаю, что мы уже довольно много проговорили, сейчас будем завершать. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить моих соучастников, ведущих, пастора Царанской поместной церкви Ивановича Христианбаптистов «Новая жизнь» Владимира Высоцкого и шеф-редактора Медиасоюза Сергея Зеткина за то, что мы смогли сегодня провести такой довольно обстоятельный разговор. Наверное, есть какая-то польза в этом разговоре, мы разные стороны смотрели понимание самой церкви, да, каких-то, может быть, проблем в церкви, услышали разные мнения, может, где-то острые, где-то нас пытались какую-то политическую такую дискуссию ввергнуть, да, в оценку, там, может быть, властей или сегодняшних, еще каких-то. Ну, это, так сказать, земное. Мы бы хотели, чтобы все-таки наш дискуссионный клуб, он носил больше такой вот тематический, мы все-таки от веры не отходили, потому что тогда, если мы, значит, зачем мы нужны здесь, да, если мы будем просто собираться и ругать у власти, там, ну, еще что-то, ну, это некструктивно. И это банально превратилось бы в ток-шоу, как сейчас на телевидении это делают, обсуждают тень. Да, ну, там, да, тем более, что у нас нет такой задачи каких-то политических, там, продвижений, там, какую-то политическую партию поддержать. Вот, я думаю, что можно тут до бесконечности разные темы затрагивать, обсуждать. Вот, очень много, что проговорили. Вот, ну, ясно вместе с тем одно, что процесс понимания, и в том числе молодежи, потому что за нашей встречей присутствуют молодежь, он начался понимание их роли, их участия, вот, в том теле церкви, о котором мы говорили, для меня это очень ценно и важно. Потому что то, с чего, собственно, я начал, я бы и хотел этим завершить, что все-таки церковь – это мы. Пока мы это не поймем, никакого улучшения вокруг нас не будет. Как Терафим Саровский говорил, да, «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся». Вы свет. Да. Ну, и «Спаситель» говорил, да, «Вы свет мира, высот земли». «Спасись сам, вокруг тебя тысячи спасутся». Ничего ты не делаешь для этого, ничего не будет. Ну, вот, если хотите, можете еще что-то добавить, но я думаю, что мы так и полноценно поговорили. Сергей, у тебя есть что-то? Да, самое главное – помнить, что церковь – это действительно мы. Что есть тоже аксиомы по поводу правителей, по поводу государей, что государь у нас только, кого мы заслуживаем. Точно так же и аксиомы на церковь можно привести, церковь, о которой мы заслуживаем. Я очень часто о Каде говорю, про экуменизм как одной из проблем, более того, чем для всех верующих людей на планете. Потому что самое главное – не уйти от Бога. Неважно, кто, к какой конфессии принадлежит, без Бога жить нельзя. Это такая очень… Я сейчас говорю слова, рискую, что это превратится в такую очень банальную, грубую пропасть. Но, тем не менее, если мы будем задумываться о наших проблемах, о тех проблемах, которые находятся внутри церкви, находятся внутри общества, внутри государства, то у нас есть хоть какой-нибудь, хоть небольшой шанс их исправить и выйти на тот путь, который все-таки, с которым мы можем сбились, с которым мы можем сбились, с которым мы готовимся к нам. Вот и все. Я это еще в заключение скажу тоже. Вот на примере своей общины. Люди самые разные, абсолютно разные, порой просто удивляешься. Я бы, говорит, с этим человеком никогда бы не сел и так далее. Мы все приходим в церковь со своим прошлым, и мы общаемся. И вот проходит время, вот нормальный человек по-светски взять, да, ушел бы и все. А Бог, как вот это действительно чудо Господне, да, вот ввел в эту семью, церковную семью. И вот углы вот эти острые сглаживаются, 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 и мы живем. И мы живем, и мы помогаем жить друг другу. Это не то, что ты такой хороший, и все хорошо, бывает и наоборот. Но вот это вот действительно чудо Божье, значит, когда вот церковь, это мы, разные, разные, но в теле Христовом, и иногда так задумываешься, это на самом деле, мы роднее родных, и вот мысль такая вот, убери церковь, и что дальше? В жизни нет уже, все, просто не мыслишь идет, действительно, церковь – это мы. Это очень ценно, очень важно, поэтому, действительно, Ротада ее никогда не одолеет, и пусть так будет дальше. Господь нас и радует. Еще раз хочу всех поблагодарить участников нашей дискуссии, тех, может быть, кто сегодня так мыслительно участвовал, да, то есть не высказывался, но я надеюсь, что… Ты можешь высказаться? Нет, я просто, значит, это один человек. Нет, почему, не только ты высказался. Привет, тебе неизвестный. Нет, это… Кстати, тем лучше, на самом деле, тем лучше, что это только один человек. Да? Может, надо в Google заказать? Да. Да. Ну, слава богу. Одна душа. Ну, так как это еще будет, я думаю, что кто-то все-таки посмотрит и может посмотреть, если кто-то пожелает. Одна душа, ждем из пути истинного. Друзья мои, ну, все, все, как когда-нибудь и мы, наверное, будем интересны другим. Ну, пока не интересно, но мы, мне кажется, были интересны друг другу, это самое главное. И мне кажется, что вот сам разговор – это не пустое времяпреполождение. При всем при том, что вещи достаточно очевидные, но, еще раз хочу сказать, какой-то опыт жизненный, он подсказывает, что этот опыт нужно передавать. Вот сегодня мы как раз совершали некую передачу опыта, да, ну, как передача предания, тут и есть некий опыт и житейский, и духовный опыт. На следующий раз, я надеюсь, мы там через неделю еще встретимся, да, чтобы потерять такое настроение к общению, а в дальнейшем мы определимся. Следите за нами в группе ВКонтакте, в Фейсбуке, когда мы будем встречаться, и дальше мы обсудим, когда у нас будут еще какие-то темы, да. Вот, мы ждем ваших отзывов по тому, что бы нам следовало обсудить, потому что вот сейчас мы конкретно хотели говорить о том, вот. Мы можем, например, обсуждать проблемы чисто молодежи, ну, не знаю, скажем, чисто социального служения проблем, какие существуют. Мы можем обсуждать проблемы стариков и, скажем, старчества, и вообще это очень такая больная тема, потому что Европа стремительно, вообще и мы тоже стремительно стареем. Вот. И я думаю, что вот будущие пастры, то есть сидящие, они столкнутся с проблемой не того, что им придется с большим количеством молодежи работать, а как историю. У них очень будет большое количество опять пожилых людей, и с ними надо будет тоже что-то делать, и там свои модели жизни, модели поведения, это надо тоже понимать. Поэтому давайте будем думать, какие темы выбрать, кому бы было интересно, чтобы эта дискуссия, она, вот, с одной стороны, увидеть разные точки зрения, а с другой стороны, все-таки показать, что в чем-то мы вот в целом едины, да, вот, единый взгляд, по крайней мере. Спасибо. Вот.